Здравствуйте, коллеги. Я, во-первых, должен признаться, я битон люблю, но за 14 лет опыта разработки, более 200 проектов, глубоко за сотню, полторы коллег, с которыми удалось поработать, я могу сказать, что есть внезапно еще другие языки в разработке, и они тоже интересны. Как минимум, не лишним о них знать. Давайте, в первую очередь, поговорим о том, почему же, за что мы любим Пайтон. Это данные, собственно, на 2020 год. Это количество вопросов на Stack Overflow. То есть мы говорим о том, что у Пайтона весьма низкий порог вхождения, потому что мы быстро можем найти ответы на вопросы, ни в коем случае не путать с PESH-P, это бранная аппликатура. Интересно, кстати, что один из моих коллег сказал, чем отличаются принципиально разработчики на Пайтон и PHP в плане их начала обучения. Разработчики Пайтона изначально привыкают работать с консолью, и они понимают, что у них есть приложение. Когда ты изучаешь PHP, и ты не понимаешь, что у тебя есть приложение, у тебя есть некоторый код, который кем-то и как-то где-то исполняется. Это принципиальное отличие на начало обучения. Но так или иначе, мы видим, что это популярный язык, его популярность растет. Причем, как ни странно, его популярность во многом начала расти где-то вот здесь, где-то в стройке. Если вы вспомните, Гидлан Россу задумывал Пайтон как язык для обучения. Он долгое время развивался именно как язык для обучения во многом. Где-то примерно в стройке было переработано очень много концертов, из-за чего полетела очень далеко вся обратная совместимость. Но мы можем увидеть, что примерно с этого момента у нас есть рост Пайтона. Собственно, когда вы начинаете разрабатывать с Пайтоном, вы вот это вот и все сразу же приобретаете из коробки, по большому счету. Несмотря на то, что стандартная библиотека... Кстати, стандартная библиотека у Питона самая большая. С ней конкурировать может разве что платформа .NET, которая тоже является стандартной библиотекой своего рода, там для C-Sharp и так далее. Но вот это вот огромное количество библиотек вы получаете, что хотите, собственно. Кстати, Пайтон является единственным языком, у которого есть встроенный HTTP сервер, если вы знаете. Есть такой модуль в нем для того, чтобы вы могли сразу же проверить, то что вы делаете, не прибегая к изучению дополнительных преймворков и так далее. Ну, из того, что мы видим, помимо большого EML и прочего, он есть, например, Natural Language Toolkit и огромное количество других возможностей. Там фреймворки для веба, для обработки данных, соответственно, для работы с... собственно, практически совсем из мира системного администрирования. Ну, собственно, да. Ко всему почти есть биндинги для Пайтон, потому что, если мы посмотрим на зрелые решения Enterprise Grid, если это открытое решение, в большинстве случаев для него есть биндинги на Пайтон. Собственно, это касается всех систем управления, это касается, не знаю, систем виртуализации и так далее. Отлично отлаженные инструменты. Собственно, они берутся именно из большого количества использования и из низкого порога вхождения, поскольку поэтому во многом используются людьми, которые спрограммированы как таковым знакомым Алла, в частности, ученым. Например, библиотека МЭТ в Бетоне оптимизирована едва ли не лучше, чем аналогичная библиотека в Плюсах. Ну, по крайней мере, по скорости они примерно равны. В некоторых сценариях одна, другая и так далее. Тут мы можем вспомнить, что даже библиотеку стандартную на Плюсах переизобретали, например, когда разрабатывали ДУМ, они переписывали свою математику в некоторых местах, потому что она была быстрее для их сценария. То есть, естественно, идеального никогда не будет, но большая часть инструментов, которые мы используем в Пайтоне, отлажены очень хорошо. Второе, за что мы выбираем Пайтон, это его широкое распространение, то есть большое количество людей, которые на него пишут. Не только большое количество обучающихся. Вот, собственно, поэтому в 2002 году был вторым просто появлялся в Аскрепте. Принципиально не важно, но уже в Аскрепте, конечно же, гораздо за счет специфики его использовали гораздо большее распространение. Пока не пришелся еще стандарт ВВС. И, в принципе, на этот итоге всякий будет писать возможное и получшее решение. Денький вопрос. Так или иначе, в стране у него действительно очень большое. Ну и, соответственно, у него большое сообщество, которое есть огромное количество групп, встреч и так далее. Например, для Пайтона на этой конференции нашлось место, а для ZKF++, который не сильно менее важен с точки зрения отрасли, если не более, места на этой конференции не нашлось. То есть востребовано все Пайтона, мы видим больше. Кстати, для GX места здесь тоже не нашлось. Итак, где же мы применяем Пайтон? Каким образом мы его применяем? Хорошо применять его в веб-сервисах. Вообще замечательно. В большинстве случаев там нагрузка достаточно линейно растет. Если кто-то был, возможно, слушал доклады про архитектуру, я вижу коллегу с той, как и тут нет, который как раз тоже упоминал архитектуру, если у вас правильно балансируется нагрузка в самом коде, то веб-сервисе великолепно писать, знаете его или нет, до сих пор поделец API YouTube, используя Пайтон. С одной стороны, конечно же, это немножко модифицированный Пайтон. Ну, как мы знаем, там, Контакт использует, и Facebook использует PHP. Другой вопрос, что от PHP, там, кроме интерфейсов, уже, наверное, мало что осталось. Если вы, возможно, вы слышали, что была в свое время такая проблема 10,000 concurrent connections, соответственно, Игорь Сысоев с использованием веб-сервиса Nginx то есть решил ее в 2003 году. Паралленно 10,000 параллельных подключений. В 2017 году был код выложен, можете найти, на Пайтоне, с использованием осин-Каю, решили вопрос 1,000,000 параллельных подключений. С другой стороны, конечно же, был патчен и сам Пайтон внутри. Но, так или иначе, формально это был бетон со всеми вытекающими. Для машинного обучения замечательно использовать Пайтон. Очень подходит во многом потому, что его, опять-таки, используют люди, которые не знакомы с программированием, с большим миром программирования. Они понимают, для них специально сделан iPad ноутбук, для них сделаны всякие углы коллабы и так далее. Большое количество возможностей облегчить работу с инструментарием, то есть обеспечить проверку своих формул, гипотез, еще чего-то, научить нейронки и тому подобное, без вникания в эту большую архитектуру. Потому что, например, после машинного обучения на Пайтоне зачастую это переносит плюсы, проще языки, где нужно гораздо больше знать о программировании и даже больше знать о математике непосредственно самих нейронных сетей. Но там это быстрее выполняется, и использовать это там интереснее. Ну, например, в том же МЛНТ отсутствует половина функционала, не знаю, например, получения разряженной матрицы. Этого нет, это нужно все написать, написать руками. Но работать это там будет быстрее. С точки зрения ненаприменения, с точки зрения отказоустойчивости и тому подобного. Научные исследования, как, собственно, продолжение логично, да, действительно очень хорошо использовать его, низкий порог, опять-таки большое сообщество. И главное, что в Питоне за счет структуры языка чуть проще его транслировать в язык обычный. Настоятельно рекомендую всем учиться читать код на русском языке. То есть, когда вы читаете код, автоматически переводя его в русский, если то, что вы написали, не звучит хотя бы как хорошее изложение, ну, язык программирования, он же язык, да, это способ рассказать, передать свою мысль машине. То есть, если ваша мысль плохо звучит в переводе с Пайтона или другого языка на русский, скорее всего, она будет и плохо работать. В большинстве случаев там есть отдельные математические девиации и тому подобное, совсем, может, низкоуровневые. Но, по крайней мере, в случае с абстракцией на Пайтоне, в большинстве случаев это работает очень хорошо. Именно поэтому проще свои мысли выгружать в него, нежели, чем во многие другие языки. Меня, к сожалению, попросили показывать со своего компьютера, так что немножко уехала автоматизация. Большая часть ребят, которые работают с линуксистемой, прекрасно знают, насколько он развит там. Соответственно, раньше там был Перл. Вот, но это отдельная история. Мне есть замечательная статья, как выстрелить себе в ногу на Луркморе. Почитайте. Там про Перл сказано примерно следующее. Ты успешно стреляешь себе в ногу. Никто не может понять, как ты это сделаешь. Через полгода не можешь и ты. Удобная считаемость языка Перл гораздо ниже, чем у Пайтона, чем у того же Баша родного. Поэтому во многом, по крайней мере, на Пайтоне написаны обвязки. Потому что многие инструменты, которые позволяют работать с линукс-инструментарием, в большинстве своем представляют внутри кучу грязи, рекэкстов и так далее, которые вызывают какой-то баш. Но для каких-то команды читают их вывод и предоставляют это вам в удобном виде. Теперь давайте поговорим о том, что не очень хорошо. А для чего не очень хорошо использовать Пайтон? Опять-таки, доклад не претендует на какую-то истинность. Я просто рассказываю свой опыт, потому как два года назад, при реализации одного достаточно крупного проекта, в котором нам нужно было использовать Пайтон по требованиям заказчика, мы выполнили все наши обязательства и решили, что после этого Пайтона в Prode мы использовать не будем как команда. Потому что для... Ну, я потом добавлю это. Значит, highload. Highload на Пайтоне. Если ты не патчешь сам Пайтон, если у тебя нет сайдона и так далее, то есть вставок на других языках, если у тебя нет большого количества библиотек, на чистом Пайтоне Highload сделать бесконечно сложно. Опять-таки, пример того же самого Гугла, который, наверное, до 2011-2012 года почти везде использовал Пайтон в своих решениях. Потом они, собственно, язык написали. Я, собственно, задача с высокой нагрузкой и многопоточностью. Блокчейн. Большое количество библиотек. Библиотек для реализации блокчейна на Пайтоне и там у подобных механик опять-таки нас приводят к ловушке зоны комфорта. Мы не понимаем, что там внутри. Ну, по крайней мере, я встречал крайне мало Пайтон-разработчиков, которые могут объяснить, как чуть более низко работает их решение. То есть они могут рассказать, какое оно классное, замечательное, как они его просто писали, какие паттерны они там использовали и так далее. как внутри оно работает, большинство не знает, потому что у базы стандартного разработчика Пайтона там первые несколько лет не возникает вопроса, как это работает, потому что оно работает. Разработка игр, опять-таки, есть пайгейм, есть окейки, есть биндинги к Unity, к Dot, Unreal Engine и так далее. Отчасти они существеннее медленнее, конечно же, чем даже, не знаю, там, JS в рамках Unity, в JS в рамках Unity чуть-чуть быстрее, потому что его чуть проще исполнять механизмами аналогичными и вал, и тому подобное. Ну, по большому счету, все скриптописание, оно на этом основано, что просто бирес, и исполняется код вообще в частую без проверок. За исключением QML, очень интересная штука, посмотрите трек с Авророй, потому что QML, особенно в шестерке, он переводится в плюсы, даже со всеми своими JS-образными конструкциями, он все равно переводится в плюсы, и исполняется уже как плюсовый код, за счет чего он, конечно, кратно быстрее. Мы вернемся к текущей теме. Так, во-первых, оно медленнее, во-вторых, собственно, аналогично блокчейну, в играх много математики, много сложности, тебе не сталкиваешься с этим обычно за пределами более низкоуровневой разработки, уже, которая в Python не принята, по крайней мере, в рамках этого инструментария. Ну, собственно, корпоративная система за счет того, что много толстотамен данных, вот опять-таки, апеллирую коллегам, которые вчера с его день рассказывали об архитектурах, о том, как это строить. То есть у Python есть одна противная особенность. Даже несмотря на то, что он умеет проверять синтаксис, я имею в виду при запуске, несмотря на то, что есть инструменты, вот я уже упоминал, MyPy, MyPyFlake 8 и так далее, которые умеют проверять частоту года. За счет того, что это не компилируемый, а интерпретируемый язык, в большинстве случаев, ну, очень существенную часть ошибок в больших решениях ты можешь увидеть только когда это реально выполнилось. Даже несмотря на то, что у тебя просто где-то поле вызывается не то. Даже такие базовые ошибки. То есть, в принципе, компилируемые языки 50% примерно, существенное количество ответственности тебя снимают. Ты гарантируешь сопоставление типов, конечно же, в runtime может прилететь все, что угодно, но так или иначе, большое количество головного боли снимать. Для того, чтобы на Python у тебя был, ну, ты мог доверять так же, как и сервису на компилируемых языках, крупных системах, сложных системах с большими заменами и тому подобным, когда есть большое количество превращений данных из DTO в класс, собственно, в объект, из объекта в объект ОРМ и обратно, особенно там всякий DDD, который domain-driven, где этих конвертаций объектов становится еще больше за счет реблик. Вот, чтобы за этим всем следить, кстати, пример той же компанией Microsoft, которая очень интересно описывает, зачем же они сделали TypeScript. Они сделали TypeScript, потому что решения на JavaScript уже стали неподдерживаемыми в принципе. С точки зрения больших проектов, очень сложно поддерживать. Так вот, для того, чтобы ты мог доверять своему проекту на Python, почему мы от него отказались, у тебя покрытие тестами должно быть там 80, а то и 90 процентов, если говорить, по крайней мере, о вызовах, то есть это вызовы API, вызовы чатного, юнит-тестирования, или с end-to-end тестированием по сценариям и так далее. Должно быть очень большое покрытие тестами. К сожалению, существенная часть компаний плохо понимает, зачем им тратить еще там полтора X времени команды, а то и два X, для того, чтобы покрыть это тестами, хотя среднесрочной даже перспективе, в долгосрочной перспективе, конечно же, это обязательный подход покрытие тестами. Здесь, к сожалению, опять-таки, меня не отображается почему-то, ну, собственно, просто у меня компьютер совершенно не презентационный, на нем нет PowerPoint-а, устраиваемые системы, поднимите руки, кто вообще знает, что такое побитый сдвиг, отлично, хорошо, а вы понимаете, как с этим в бетоне работать? это совершенно не типичная конструкция для бетона, которая автоматически делает все существенно менее читаемым, хуже поддерживаемым, с точки зрения большинства разработчиков, которые приходят в Python, они никаких конструкций не понимают и не знают, поэтому если мы говорим о устраиваемых системах, то работа с его с низким уровнем, с железом, в Python, несмотря даже на то, что есть в MicroPython, и есть там опыт определенного его использования, конечно же, в страиваемых системах это большая боль именно с тем, что большинство этих конструкций и задач совершенно нетипичных для языка и для его инфраструктуры, он не делается для этого, не расширяется. Мы очень долго боролись с этой ошибкой, я потом сделаю запись, мы обязательно ее выложим, но история звучала примерно так, мы разрабатывали видео сервис видеотрансляции, заказная разработка, это началось на самом деле даже до прошлого года было, так что это было тогда еще когда это не было особым мейнстримом, но в общем дело не в этом. Примерно месяц, ну собственно вот то же самое про Python, у нас было требование его использовать, поэтому сначала пошли в него. Был выбран протокол в RTC, потому что и с браузером мы можем с ним работать, соответственно и нам не нужно разрабатывать какое-то клиентское ПО для трансляции, мы можем начать с браузера. Задача была собственно перегнать из WebRTC потока в MPEG-Dash. MPEG-Dash это то, чем пользуются, собственно, то, что разработал во многом YouTube, это то, чем они пользуются, как и WebRTC, казалось бы. Когда вы смотрите, например, ролики YouTube, вы видите, что в консоли загружаются они по 3 секунды, то есть есть манифест у видеоролика, соответственно, и затем можно уже подгружать кусками с любого места, там, перемотка и так далее. Это, конечно, избавляет их от огромного количества запросов лишних, трафика, причем, ну, собственно, как компанию, так и нас, но, конечно, компания тратит на этот трафик принципиально на другие деньги. вопросов. Итак, еще раз, задача была в WebRTC поток перегонять в поток в МТД. Сейчас, вот, кстати, здесь не сохранилось, ладно, не суть. В чем же ошибка? Мы ее ловили примерно месяц. История была такая, я как архитектор днем, в большинстве случаев, непосредственно коду не могу уделять достаточное время, поэтому я сидел и занимался вначале, вечером я запускаю сервис, вношу какие-то изменения, показываю принимающей стороне, говорят, да, все работает, отлично, завтра сдаем. Утром все работает, днем не работает. В FMLB есть такие понятия, как DTS и PTS. DTS – это delivery time stamp, PTS – это presentation time stamp. И там есть очень жесткая математика, они должны совпадать и коллилировать. На плюсах все это обсчитывается отлично и потом на шарпе это обсчитывается отлично, потому что в итоге мы сначала развернули на плюсах, потом в других решениях уже начали использовать шарп для подобной задачи. Но примерно через минуту собственно библиотека, ну, набор библиотек, там, пайап для фрапыг и так далее допускали ошибку в математике, эти данные, эти потоки рассинхронизировались и пайап переставал писать. Все. Ну, то есть переставал писать, прекращалась трансляция. Через месяц нашли совершенно случайно. Я включил свет. Оказалось, что на 23 кадрах в секунду эта штука работает замечательно. В условиях недостаточной освещенности камеру вонтбук выраняет соответственно фреймрейт. Мы получали там 16-18 кадров в секунду. Оно вечером и утром работало великолепно. Днем при 20, ну, собственно, при 29 кадрах в секунду, которые были заложены на движение, это не работало. На 24 кадра в секунду мы согласны не были. Даже на 24 можно было выкрутить. Вот. В общем, примерно той же ночью все-таки было принято решение, если кто-то читал эту статью про Евгения Алигина и разработку, волевым решением у Наташи были выданы подтяжки, был пересобран сервер на плюсах, собственно, наплевав вообще на требования, ну, просто варианта другого по большому счету не было, либо опять-таки патчет Python, что чревато очень работали другим окружениям и потерей переносимости сервера. Итак, что делать? Вот такие предложения мы видим очень часто. Полный курс Python за 12 часов. Есть замечательная девочка, сотрудник JetBrains, ну, тогда, по крайней мере, она была сотрудником JetBrains и писала Пайчан наяве, Екатерина Тузова, у нее есть курс по Python, который, в принципе, укладывается в 12 часов. за 12 часов можно выучить синтаксис Python. Собственно, давайте быстро начнем делать деньги, зарабатывать, огромные зарплаты, большие решения, красивые, дата сатанизма и тому подобное. Что предлагаю? Во-первых, в начале курсов мне кажется абсолютно необходимо рассказывать, что, ну, кстати, если брать средний курс обучения Python, это 2-3 месяца, если брать хорошие курсы даже, это все равно может быть 6 месяцев. А если мы говорим о курсе обучения там, C-шарп это год, C++ это 2 года, это говорит о том, что на курсе по Python чего-то вам не дают. Так вот, в начале курса нужно говорить, что, собственно, вам нужно будет изучить еще огромное количество дополнительного материала после того, что вам дают. Во-вторых, после трудоустройства нужно у женов требовать эти знания, возможно, требовать не при трудоустройстве, а когда их устроили, мы говорили, что, ребят, вы в фоне изучите, пожалуйста, все это. Вчера мы об этом говорили, что компании перестали брать женов массово в России, но, в принципе, не только в России. пять лет назад достаточно было стать сказать «Я знаю синдекс ИТК, все, у тебя 10 предложений, отлично, сейчас недостаточно, сейчас тебе уже нужно быть хорошим видом, который готовится перейти в сеньора, для того, чтобы получить хорошие предложения». Компания началась задумывалась о том, за что же они платят, вот за это они не готовы, собственно, вот за это они не готовы платить в массе своей. давайте перестанем лгать. Синтаксис Пайтона это просто. Разработка на Пайтон не проще, чем разработка на других языках. Собственно, второе решение, забудьте все то, о чем мы с Чири в Гузе, абсолютно неверная конструкция, потому что в рамках вчерашнего дня, позавчерашнего дня с коллегами и наших встреч даже здесь уже на перерыве успели это обсудить, что базовые знания, базовое образование это замечательно, это великолепно, это абсолютно переносимость знаний. Другой вопрос, что в рамках обучения программированию, обучение таким вещам, как ГИД, оно не нужно. Но для того, чтобы тебе из хорошего специалиста стать хорошим членом команды, который не тормозит свою команду, когда тебя взяли на работу, тебе нужно знать все эти инструменты, то есть, что такое таск-трейдер и прочее, гид тот же самый, мэр и иерархик, это нужно знать, это, и повторюсь, это не нужно в рамках базового образования. Стажировки, вот в частности кружковые движения у нас есть, у них есть программа для всех, помогают пройти этот период, период адаптации. Компании привыкли, что они берут, опять-таки, пять лет назад, хватало для того, чтобы сделать сам, еще пять лет назад, хватало знаний синтексов для того, чтобы принести уже какую-то пользу. Сейчас его категорически не хватает, потому что кошелек Миллера, семь плюс-минус, два среднестатистических проекта компании джину в голову не влезет, ну просто физически там объекта больше, чем памяти на три года вперед. Поэтому компании все еще хотят специалистов, которые к ним приходят и уже начинают приносить ценность, специалисты не могут ее принести, потому что их не учили этому, не должны быть. Вот, стажировки отличное решение, почему все большие компании, ну собственно начал в Яндекс, Янекс практику начал этот практику не для того, чтобы научить вас, он начал для того, чтобы вас дообучить и взять себе лучших. Это конкурсный отбор в Яндекс, это нормально. Приходя на любую бесплатную стажировку, вы должны понимать, что она бесплатная не потому, что из вас хотят что-то выжить, в большинстве с вами то, что вы сделали в рамках бесплатной стажировки бесполезно для компании, вот, потому что средний уровень разработчиков все равно гораздо выше и это просто действительно бесполезно. Но компания дает вам много, она дает возможность вам доучиться. Конечно же, есть компании, которые этим пользуются не особо недобросовестно, как и всегда, как и во всех отраслях. Просто будьте внимательны. Ну и вот последнее. Кто знает, что вот это вот такое все? В общем, да, для того, чтобы опять-таки, для того, чтобы до этого дорасти, нужно либо базовое образование, вот, либо очень много опыта, в большинстве своем. Вот это разработчики не знают на бетоне. Итак, предлагается, Python хорош, я видел проблемы, еще буквально, я помню, последний, так. Вот, Python хорош для начала разработки. Он хорош для обкатывания каких-то решений, концепций, подходов, даже, возможно, архитектур, которые потом будут портированы в другие языки, другие решения и так далее. Но, когда тебя из маленького сервиса, какого-нибудь там веб-сепи, вырастает большой проект, опять-таки, ддд и тому подобное, ты начинаешь захлебываться. Так вот, с помощью там, аннотации, опыта архитектора, еще чего-либо, нужно определить, что мы вот здесь держим это на байтоне, а дальше мы это уводим там в библиотеке, ну, как и сделал YouTube, они оставили пользовательские API на байтоне, все остальное у них сделано библиотеками на других языках и так далее внутри. У них это замечательно работает. И здесь нужно сделать то же самое, то есть определить пример, пределы прототипа, соответственно, вопрос про пределы математические, это, конечно, отдельный вопрос. Давайте попытаемся все-таки не совсем связывать. Какие части проекта или сам проект будут переведены на другие языки и технологии? Вот тут нужен опыт, причем опыт доказанный, то есть, если для того, чтобы сказать, что да, мы сделали вот этот сервис на битоне, теперь оно нужно переписать. И это неплохо, это нормально, потому что вы просили результат за три месяца, мы вам дали его за три месяца, но у всего есть обратная сторона. Обучение всегда сложно, всегда связано с выходом из зоны комфорта, по-другому не бывает, без этого не будет рост, привыкайте. Что бы вам ни говорили на курсах, что бы вам ни говорили разработчики, которые там уже 10 лет разрабатывают, они говорят это легко и прочее, да, для нас все легко, действительно. То, что вы сейчас делаете, обсуждаете, для большинства разработчиков это, в общем-то, забытие материала. Всяк будет обязан любить свое болото, но знать, что происходит у других, смотрите в другие языки, технологии, фреймворки, обязательно смотрите, как люди решают те же самые задачи с другими инструментами. это разовьет вам некоторую гибкость мышления и опять-таки та самая насмотренность и опыт, о которых все говорят. полезные ссылки. Да, на плюсах ну, собственно, пайкен и т-фреймворк, да, плюс плюс, тут задавали вопрос, какой фреймворк использовать, зачем тебе фреймворк, если ты можешь его написать, а ты разработчик, на себе плюс, ты что-то возьми, можешь его написать. Поэтому знакомиться с этим рекомендую. Стажировки, кружка, вот, собственно, все там. Все? Ну, все так все. Здравствуйте, Никита. Бетон с каждым днем прогрессирует, и будет ли перегружен рынок бетонистов с развитием языка, так как он становится более популярен? Бетонистов будет, разработчиков на пайте нет. Но это приведет к каким последствиям? К росту требований для того, чтобы получить. Ну, количество места под солнцем ни для кого не будет секретом, оно как конечно, физически конечно. То есть, есть некоторые физические пределы, объемы вакансий, как-то с хорошими зарплатами и условиями, которые вам могут предложить. С каждым днем, чем быстрее растет язык и технология, тем быстрее нужно растить вам, чтобы обгонять это. Здравствуйте, спасибо за доклад. Когда вы рассказывали о истории разработки на Питона, вы сказали, что больше в продакшене Питон вы использовать не будете. И все же в продакшене не будете использовать, а для своих целей или повседневно. Таких целей тривиально можно использовать Питон, не выходя из этой зоны комфорта. к примеру, собственно, у меня камера, не удалось завести здесь из-за отсутствия Wi-Fi, в ней есть нейронки, которые мы обучаем с использованием Питона, то есть подготовка, размер набора данных, непосредственно написание самой нейронной и так далее, мы уже поставляем в плюсы готовый файл с весами для OpenCV, соответственно. Вот так можно использовать Питон. В инфраструктурных решениях можно использовать Питон. Вроде, опять-таки, вроде можно использовать Питон, просто средняя сложность проекта у нас переросла уже, в принципе, по аннотации и тому подобным критериям. Спасибо большое. Так, красава. Привет, меня зовут Коля, а тут форточка уже открыта, поэтому я немножко подошню. Ты говорил про компилируемые языки, то, что там, ну, проверки атрибутов вся фигня, но, смотри, есть, например, язык, допустим, там, Erlang, Elixir, это компилируемые языки, но при этом у них динамическая типизация. То есть, как бы, ну, душнота номер один, то, что это зависит не от компилятора, а от статического языка, типа, динамика и статика. Вот, в Питоне, как бы, типа, тоже завезли, есть MyPyPyRide, как бы, все работает, ну, более-менее, скажем так. Вот, а второй момент, то, что ты показывал в конце про графическую сложность и при этом говорил про то, что, ну, вот, есть другие языки, типа, там, вот обвязку можно написать на Питоне, публичную опишку, а нормальные и сложные сервисы уже на других языках. Ну, это, как бы, ну, теплое сферки, тебе не кажется? То есть, когда мы говорим, правда, опишечную сложность, это то, что мы, как раз, не смотрим то, какого у нас там цепу затрачивается и все такое. Ну, во-первых, я говорил не об алгоритмической сложности написанного кода, а об алгоритмической сложности решения в первую очередь. Ну, какая разница? Возможно, недостаточно явно. Разница большая, за этим сложнее следить, ну, исходя из нашего контактурируса. Ну, просто, если мы выбираем, какой сервис писать, как их разделять, на каком языке, у нас ритмическая сложность. Это метрики, это performance, это профайлинг и всякие такие вещи. Ну, и просто архитектура банальна. То есть, ну, мне кажется, просто тут не совсем корректно, вот, поэтому хотел подсветить. А вообще вопрос такой, недавно, вид по сути является настройкой над питоном, да, расширением языка. Я тоже локально как бы потестил уже, посмотрел, там, на порядке быстрее, где-то на каких-то, на каких-то кусочках вот в сотни раз. Вот, как считаешь, это все заменит питон? Можно же, наверное, выкидывать питон, учить можно? Любая религия первые 300 лет считается сектой. На треке по Аброле меня спрашивали про рост в Аброле, я ответил, что, как бы, девиациями я пока не очень увлекаюсь. Я слышал об этом, также я прочитал, что у этого языка есть приличное количество ограничений на текущий момент, то есть, у него есть ограниченное количество сценариев его использования. Это примерно как DSL, условно, да, то есть, какой-то там язык для решения на задачи. Он, конечно же, быстрее, потому что, если вам нужно решать такие задачи, вы можете его использовать там, не знаю, наравне с Айтоном, к примеру, да, пока еще он не зарекомендовал себя как что-то, что выстоит. Давайте посмотрим. В общем, ты пока приезжаешь из Питона, а на это посмотрим с далека. Ну, я пока придерживаюсь плюс. Это отдельный вопрос, да. Python доказал свою состоятельность. Себестоимость любой разработки складывается из стоимости времени, для фактически затраченного на разработку, стоимости лицензии и так далее. Ну, это как бы, в контексте всяких, не знаю, того же Кьюта, у которого лицензии 7,5 тысяч евро на человека стоило 5 лет назад мы покупали. Вот. Соответственно, и количество специалистов, объем специалистов, которых ты можешь найти на рынке завтра, если у тебя кто-то заболеет, уйдет в другую компанию или начнется резкий рост. Из всего этого складывается себестоимость разработки. Не смотрите только на зарплаты разработчиков. Понял, спасибо. на питоне существует много библиотек, позволяют ускорить вычисление, например, нампи, 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 нампи. не всегда обязательно переходить на другой язык. Возможно, стоит просто подумать, как написать тот же год на питоне, который будет работать быстрее. Обычно для этого используют сайт. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Сейчас немножко тему в котунов в IT затронули. Какие, допустим, требования у адекватного пайпин-разработчика, который идет куда-то на стажировку, там в ТСМЛ куда-нибудь. И если говорить о стажировке, опять-таки, стажировки у нас, по крайней мере, в компании первые две недели мы вообще не смотрим в код. Задача приходить на ежедневное собрание, показывать просто экран виду стажировки, соответственно, показывать, что ты решил задачу. Мы же говорим о прикладном программировании, правильно, а не о системе в рамках пайпина. То есть мы решаем прикладную задачу. Есть задачи, которые надо решить. Скорее всего, в первые две недели, если мы говорим только о начинающем специалисте, не имеющем промышленного опыта и разработки, просто бесполезно смотреть его код, а еще вредно, потому что это ломает психику смотрящим. То есть, я понимаю, мы даем сразу человеку какой-то живой кейс, на котором он просто показывает все, что он может. Ну, этот живой чемодан для него может быть бесконечно сложен, при этом обычно типовые задачи, которые мы решали уже много раз, знаем, как их решать, ну, не знаю, нам интересно посмотреть, а может быть, здесь можно сделать чуть покраснее, давайте попробуем, ну, чтобы это интересно было все-таки не только для того, кто пришел, потому что стажировка это выделение времени человека, который за этим смотрит, это все мощности, которые это там проверяют, собирают, CI-киты и так далее, вот, ну, это большие достаточно затраты со стороны компании, даже банальное дело производства, связанное с стажировкой, ну, все-таки компании должен быть хоть какой-то интерес, даже по-хорошему на первых этапах, да. Большое спасибо за ответ. Спасибо большое, давайте поаплодируем Никите. Спасибо. Спасибо.